Продолжение следует... В произвольном электромагнитном поле, вот такую вот, значит, где потенциалы электромагнитного поля, значит, А и Фи, связаны с электрическим и магнитным полями, следующими соотношениями. Вот. И в частности, мы рассмотрели прошлый раз случай, когда у нас движение происходит, ну, например, в постоянном и однородном магнитном поле. Скажем, если магнитное поле есть некая константа h круглая на ЕЗ, значит, естественно, где h круглая равняется константа, то в этом случае, ну, электрического вот этого вот потенциала нету, Фи, а векторный потенциал А, ну, может быть записан вот таким вот образом, как Аф на Р. Ну, и в частности, было показано, что если мы работаем в цилиндрических координатах, то вот это вот выражение В на А, оно может быть записано следующим образом. Ну, давайте стрелочку поставим, что речь идет, конечно, вот об этом случае. Соответственно, EH на 2С, Ро квадрат на Фи с точкой, где Ро представляет собой цилиндрическую координату, ну, и Фи, соответственно, тоже угол в цилиндрических координатах. Ну, хорошо, давайте рассмотрим еще один пример задачи, в котором, так сказать, вот такое поле присутствует. Рассмотрим следующую систему. Пусть у нас есть окружность радиуса R, и по этой окружности скользит бусинка массы M заряда E, ну, положение которой можно на окружности характеризовать вот этим вот углом, который мы назовем этот угол между вертикалью и, собственно, радиусом вектором вот этой вот бусинки. Теперь, вот эта вот вся окружность у нас будет вращаться вокруг вертикальной оси Z с угловой скоростью омега равная константа. И, кроме того, у нас в теории будет присутствовать сила тяжести и постоянное однородное магнитное поле H равняется H на EZ. Задача будет заключаться в том, что нужно построить функцию Лагранжа для такой системы и найти закон движения в квадратурах. Ну, собственно, для того, чтобы это сделать, мы, конечно, можем воспользоваться тем, что было ранее уже получено, ну, конечно, с необходимыми модификациями. Ну, в данном случае в качестве некоторой заготовки для функции Лагранжа можно взять следующее выражение. Ну, во-первых, значит, кинетическая энергия. Потом добавок от электромагнитного поля. Ну, в данном случае я уже вот этот вот минус Ефи писать не буду, поскольку поле у нас постоянное, однородное. Значит, мы в прошлый раз обсуждали, что в этом случае, значит, потенциал электрический можно взять равным нулю. Вот, и, соответственно, естественно, нужно вычесть потенциальную энергию, поскольку есть еще и поле силы тяжести. Вот, но это, естественно, не сама функция Лагранжа, это есть только некоторая для нее заготовка, потому что, в конце концов, все это выражение, оно должно быть выражено через обобщенную координату тета, ну, и ее производную. Хорошо, значит, как это можно сделать? Ну, собственно, продолжаем вот это равенство. Вначале надо написать величину квадрата скорости. Ну, соответственно, М пополам. Дальше. Значит, на самом деле, значит, скорость в данном случае складывается из двух компонентов. Ну, во-первых, есть вращение вот этой вот проволочки вокруг вертикальной оси, поэтому есть компоненты скорости, направленные в доску. Ну, и кроме того, угол тета также может меняться, поэтому есть компоненты скорости, направленные по касательной к этой окружности, естественно, в плоскости доски. Ну, и когда мы пишем квадрат скорости, естественно, у нас складываются квадраты вот этих вот двух компонентов скорости, и поэтому мы получаем следующее выражение. Значит, скорость, часть скорости, которая направлена по касательной к окружности, значит, будет r тета с точкой, ну, естественно, нужно это выражение возвести в квадрат, а, соответственно, часть скорости, которая направлена в доску, ну, будет представлять собой произведение угловой скорости омега на расстоянии до оси вращения, которая, ну, понятно, будет r синус тета, поэтому здесь будет плюс r синус тета омега, ну, и, естественно, все возводится в квадрат. Таким образом, вот это вот выражение будет представлять собой v квадрат. Теперь, что касается, значит, вот этой вот части, то можно, конечно, использовать вот это вот выражение. Значит, это, естественно, у нас формула применима, поскольку поле постоянное и однородное. Соответственно, нужно только подставить выражение для ρ, а ρ это в данном случае расстояние от оси вращения до нашей точки, и, соответственно, тогда у нас получается EH на 2С r в квадрате синус квадрат тета, ну, точно так же, как и вот здесь. Ну, а φ с точкой в данном случае величина постоянная, это как раз не что иное, как угловая скорость частицы, и поэтому вместо φ с точкой мы должны подставить вот эту вот постоянную величину омега. Ну, и, наконец, последнее, что осталось написать, это потенциальную энергию в поле силы тяжести. Соответственно, здесь будет mg умножить на высоту подъема частицы. Ну, в качестве нулевого уровня мы будем брать плоскость, проходящую через центр вот этого кольца, и поэтому высота подъема может быть записана как r косинус тета. Хорошо, таким образом, вот написано уже окончательное выражение для функции Лагранша. Значит, задача эта имеет одну степень свободы, положение, собственно, значит, бусинки на окружности, оно характеризуется одним единственным углом тета. Вот функция Лагранша присутствует как сам этот угол, так и его производная по времени. Хорошо, таким образом, функция Лагранша у нас получена. Теперь остается найти закон движения в квадратурах. Ну, как обычно, для этого, мы уже не раз об этом говорили, необходимо найти интегралы движения, то есть те величины, которые остаются неизменными в процессе движения. Ну и в данном случае понятно, что достаточно найти один интеграл движения, поскольку это система с одной степенью свободы. И таким интегралом движения, конечно, будет являться обобщенная энергия, которая сохраняется в силу того, что эта функция Лагранша явно не зависит от времени, то есть фактически буква t в этом выражении не присутствует. Ну, в соответствии с общим определением, обобщенная энергия равняется сумма по И куит с точкой ДЛ по Д куит с точкой минус Л. Ну, в данном конкретном случае эта формула превращается в следующее выражение тета с точкой ДЛ по Д тета с точкой минус Л, поскольку у нас имеется единственная обобщенная координата тета. Хорошо, ну, собственно, значит, подставляя выражение для функции Лагранша, выполняя дифференцирование, мы получаем следующее. Значит, здесь будет тета с точкой. Теперь функции Лагранша тета с точкой присутствуют только вот здесь. Вот, соответственно, мы получаем, что r квадрат тета с точкой есть производная функции Лагранша, по тета, ну и вычитаем саму функцию Лагранша. Соответственно, минус m пополам r квадрат тета с точкой в квадрате плюс m пополам r квадрат синус квадрат тета омега в квадрате плюс e h на 2c r квадрат синус квадрат тета омега, так, и минус m g r косинус тета. Ну, опять же, можно легко заметить, что вот эти вот слагаемые похожи друг на друга, отличие будет только в коэффициенте, поэтому если все аккуратно сложить, то получится следующее выражение. m r квадрат тета с точкой в квадрате пополам минус m пополам r квадрат синус квадрат тета омега квадрат минус e h на 2c r квадрат синус квадрат тета омега плюс m g r косинус тета. Хорошо, таким образом, вот у нас есть выражение для обобщенной энергии, ну и стоит сравнить его с выражением для функции Лагранша. Собственно, конечно, вот это выражение можно было написать достаточно легко, просто глядя вот сюда. Значит, слагаемые, которые квадратичны по скоростям, в данном случае вот это вот первое слагаемое, оно перешло из функции Лагранша в обобщенную энергию без каких-то изменений. А слагаемые все остальные, которые не содержат обобщенных скоростей, ну в данном случае тета с точкой, они поменяли знак при переходе от функции Лагранша к обобщенной энергии. Причем, что интересно, ну скажем так, если считать, что вот это вот кинетическая энергия, ну собственно m в квадрат пополам, это и есть кинетическая энергия, вот, то функция Лагранша, вот она присутствует. А что касается обобщенной энергии, то вот здесь как раз вот знак относительный между вот этими двумя слагаемыми поменялся. И поэтому, конечно, ну нужно так с большой осторожностью в некоторых случаях как раз вот подходить к формулам, что Л равно Т минус У, а Е равно Т плюс У. Ну это, конечно, значит, нужно использовать с определенной осторожностью. Ну вот видно, что в данном случае как раз можно совершить ошибку, если попытаться написать, что энергия равняется там Т плюс У, то, конечно, здесь получится немножечко другое выражение. Ну хорошо, в конце концов, значит, обобщенная энергия у нас есть. Поскольку функция Лагранша не зависит от времени, то мы можем написать, что она сохраняется, то есть равна константе. Ну, после чего зависимость Т от времени в квадратурах, ну, получается моментально. Собственно, выражаем, значит, вот из вот этого вот равенства Т с точкой. Соответственно, Т с точкой равняется ДТ по ДТ, равняется плюс-минус корень 2 на МР квадрат Е минус, так, плюс МР квадрат пополам синус квадрат Т это омега квадрат. Так, ну вот корень настолько большой, что в одну строчку он не помещается, поэтому, значит, придется продолжать уже на второй строчке. Значит, ЕН на 2С Р квадрат синус квадрат Т это омега и минус МЖР косинус Т это. Так, вот этот вот корень отсюда, вот он продолжается вот сюда. Так, и скобочка квадратная должна быть закрыта. Ну, понятно, каждый раз переписывать этот корень не очень хочется, поэтому мы вводим для него обозначение, как обычно, что вот то, что стоит под корнем, мы назовем функцией Ф от Т это. Ну, и тогда стандартным образом разделяя переменные, мы получаем закон движения в квадратурах. Т минус Т нулевое равняется интеграл Т тета разделить на корень из Ф от Т это. Ну, и начальные условия, собственно, учитываются вот в пределах интегрирования. Собственно, ну, с учетом вот этой вот формулы, это есть как раз ответ для нашей задачи. По сути, закон движения в квадратурах. Ну, если взять каким-то образом суметь интеграл, то получится зависимость тета равняется тета от Т. Хорошо. Значит, таким образом мы вспомнили, как можно решать задачи по движению в электромагнитном поле. Ну, давайте теперь попробуем рассмотреть какой-то более сложный пример, потому что, ну, не всякое поле, естественно, является постоянным и однородным. Конечно, нужно как-то уметь работать и с более хитрыми полями. Ну, и давайте в качестве примера попробуем решить следующую задачу. Давайте мы построим функцию Лагранжа, которая описывает движение заряженной частицы, массы М и заряда Е, в магнитном поле, которая направлена по оси Z и вот таким вот образом зависит от координат. Соответственно, значит, направлено оно по Z. Величина h круглая представляет собой некоторую постоянную, не завичивую ни от координат, ни от времени. ρ – это цилиндрическая координата, а, ну, некоторая, постоянно имеющая размерность длины. Фактически, это и есть некоторый масштаб, характерный, ну, на котором магнитное поле существенно спадает. Значит, задача будет такая. Записать функцию Лагранжа для заряженной частицы, движущейся вот в таком вот магнитном поле, и указать интегралы движения. Хорошо, значит, Селагранжа плюс. Ну, понятно, что начать надо с того, что посчитать потенциалы электромагнитного поля. Фактически, в данном случае, речь идет о решении уравнения H равняется ротор А. В конце концов, как мы уже не раз говорили, значит, функция Лагранжа, она записывается не в терминах электрического и магнитного полей, а в терминах скалярного и векторного потенциала электромагнитного поля. Ну, соответственно, значит, слева мы пишем выражение для магнитного поля, а справа должны написать выражение для ротора. Ну, поскольку у нас магнитное поле фактически написано через цилиндрические координаты, ро – это, в конце концов, цилиндрическая координата, то и выражение для ротора также удобно выписать в цилиндрических координатах. Соответственно, ротор в цилиндрических координатах, значит, он там в математических курсах когда-то должен был быть написан, и, соответственно, записать его можно вот в таком вот виде. Это есть вот такой вот определитель. Значит, здесь стоит ЕРО, РО ЕФИ ЕЗ, вектора, по сути, локального байса в цилиндрических координатах, но только ЕФИ умножается на РО. Здесь стоит производная ДПДРО, ДПДФИ, ДПДЗ, здесь стоит АРО, здесь произведение РО на АФИ, и здесь стоит АЗ. Ну, вот, собственно, такое выражение, известное для ротора в цилиндрических координатах, я написал. Ну, и для того, чтобы найти векторный потенциал А, нужно превратить вот это вот векторное уравнение в три уравнения, уже не содержащие векторов, то есть, по сути, спроектировать это уравнение на ЕРО, ЕФИ и ЕЗ, значит, после чего попытаться каким-то образом эти уравнения решить. Ну, опять же, помня, что если хоть одно решение этого уравнения существует, то решений будет бесконечно много, что связано с возможностью совершения калибровочных преобразований, то есть, если какой-то вектор А удовлетворяет этому уравнению, то этот же вектор плюс градиент произвольной функции также этому уравнению будет удовлетворять. Об этом в прошлый раз речь шла. Хорошо, ну, собственно, давайте напишем это уравнение в проекциях. Значит, начинаем с вектора ЕРО. Значит, с левой стороны у нас есть только ЕЗ, а ЕРО отсутствует, поэтому, значит, слева будет 0, а справа, ну, можно проигнорировать тогда единицы на РО, проигнорировать там возможный знак, если какой-то будет возникать общий, то, соответственно, здесь у нас получится вот так вот. Значит, Д по ДФИ от АЗ минус Д по ДЗ от РО АФИ. Это будет у нас проекция на вектор ЕРО. Ну, естественно, значит, вот эта единица на РО я отбросил, поскольку с этой стороны стоит 0. Хорошо, теперь проекция на ЕФИ. Опять ЕФИ в левой части отсутствует, поэтому, значит, смотрим коэффициент вот здесь. Что здесь будет? здесь у нас будет ДАРО по ДЗ минус ДАЗ по ДРО. Ну, соответственно, значит, вот этот минус вот этот. Хорошо, ну и, наконец, последняя проекция на ЕЗ будет выглядеть так. так, Н на Е в степени минус РО квадрат на А квадрат. Так, теперь уже нужно аккуратно все множители выписывать. Вот эта вот единица на РО теперь существенной. Вот знак тоже существенный. Соответственно, значит, ДПО ДРО от РО АФИ. Это, вот это вот произведение входит в определитель со знаком плюс. Ну и минус, соответственно, ДПО ДФИ от АРО. Ну, собственно, вот получилась система из трех уравнений. Ну, и нам достаточно попытаться найти, ну, хоть какое-нибудь ее решение. Все равно их бесконечно много, так что, ну, постараемся найти какое-нибудь. Ну, чтобы жизнь себе упростить, ну, заметим, что, скажем, компонента АЗ входит только в уравнение, у которых левая часть равна нулю. Поэтому, ну, давайте попробуем положить АЗ, равное нулю. Все равно решений бесконечно много. Ну, попробуем, скажем, вот такое условие наложить. Тогда вот этого не будет. И вот этого не будет. Ну, можно еще попробовать рискнуть и наложить условие АРО равно нулю. Тогда, по крайней мере, вот это вот уравнение будет заведомо выполняться. Ну, что касается остальных, неизвестно. Может будут, может не будут. Вот. Но это мы сейчас попробуем понять. Вот. Если тут не получится, ну, придется как-то от этого условия отказаться. Ну, я так надеюсь, что получится. Хорошо. Значит, если у нас АРО равно нулю, вот этого вот не будет. Ну, и можно каким-то образом попытаться решить, ну, например, нижнее уравнение. Как оно будет тогда выглядеть? Оно будет выглядеть так. АРОЕ в степени минус РО квадрат на А квадрат равняется Д по ДРО Ну, можно попытаться проинтегрировать по РО. Соответственно, получается так. РО АФИ будет равняться Ну, пока я напишу неопределенный интеграл ДРО Значит, АРОЕ в степени минус РО квадрат на А квадрат. Вот. Ну, константа, которая здесь может возникнуть, ну, на самом деле, она есть вот часть вот этого вот калибровочного произвола. И поэтому, конечно же, значит, на уравнение движения там она влиять никак не будет. Поэтому, ну, я просто ее дальше выберу самым удобным мне образом. Хорошо. Равняется Значит, интегрируем интеграл 1, 2 ДРО квадрат АЖ Е в степени минус РО квадрат на А квадрат равняется А квадрат АЖ пополам Е в степени минус РО квадрат на А квадрат Так, если продифференцировать по РО квадрат, значит, А квадрат сократится, еще знак минус появится, которого здесь не было, поэтому тоже надо его написать. Ну, остальное вроде бы все совпадет. Таким образом, ну, константу интегрирования я положу равный нулю, чтобы она не мешалась мне дальше. Хорошо. Таким образом, величину Афи можно записать вот таким образом. Это будет минус А квадрат АЖ разделить на 2 РО Е в степени минус РО квадрат разделить на А квадрат. Ну, а сам векторный потенциал рассматриваемого поля может быть записан вот таким образом. Ну, понятно, Ефи умножить на Афи, соответственно, минус А квадрат АЖ разделить на 2 РО на Е в степени минус РО квадрат разделить на А квадрат. Хорошо. Теперь, что касается скалярного потенциала. Значит, скалярный потенциал у нас должен быть определен из условия электрическое поле равняется минус единицы на С ДА по ДТ минус НАБЛО ФИ. Ну, у нас по условию электрическое поле отсутствует. Что касается частной производной ДА по ДТ, то, значит, вот здесь, конечно, нужно помнить, что здесь именно стоит Д круглая частная производная. И на вот такое выражение, которое буква Т не содержит, такая частная производная просто не действует. Поэтому соответствующий результат будет равен 0. Вот если была бы полная производная, надо было бы дифференцировать РО. Вот, но поскольку производная частная, то частная производная РО по времени просто будет равна 0. Ну, хорошо. Понятно, что самым простым решением этого уравнения будет просто ФИ равное 0. Ну, что, собственно, дальше мы и будем предполагать. Какие-то более сложные решения никак не изменят уравнение движения. Вот, если мы там возьмем, скажем, константу, ну, прибавится к функции Лагранжа некоторая постоянная. Понятно, что значит, на уравнение Лагранжа это постоянно, естественно, влиять не будет. Ну, в конце концов, когда-то мы в общем виде доказали, что при калибровочных преобразованиях функции Лагранжа прибавляется полная производная, которая на уравнение Лагранжа не влияет. Хорошо. Ну, что осталось сделать? Осталось построить функцию Лагранжа. Значит, ну, в конце концов, значит, мы исходим вот из этого выражения плюс Е к С А на В минус Ефи Ну, и скорость если ее записывать в цилиндрических координатах, то она будет иметь следующий вид. Еро на Ро с точкой плюс Ефи Ро Фи с точкой плюс Ез на З с точкой. Вот. Ну, естественно, конечно, мы должны всегда помнить, что здесь вот некоторые стандартные обозначения совпадают. вот этот вот Фи представляет собой потенциал электромагнитного поля, и его следует отличать от вот этого Фи, которое является углом в цилиндрических координатах. Хорошо. Ну, собственно, значит, после того, как значит, мы подставляем вот в эту формулу выражения для скорости, значит, выражение для векторного потенциала, ну, и для Фи давайте вот сразу же, чтобы избежать всяких двусмысленностей, зачеркнем его. Вот. У нас получится такое выражение М пополам Ро с точкой в квадрате плюс Ро квадрат Фи с точкой в квадрате плюс Зет с точкой в квадрате. Это будет кинетическая энергия. Ну, а что касается вот этой вот величины, то мы просто скалярно умножаем скорость на вот эту вещь. При этом у нас Ро взаимно уничтожается и получается значит, минус Е вот этот вот А квадрат А разделить на 2С значит, С идет вот отсюда Ро сократилось потом Е в степени минус Ро квадрат разделить на А квадрат ну и последний еще вот этот вот фисточкой который идет из скорости Ну вот таким образом получилось окончательное выражение для функции Лагранжа Ну и видно, что поскольку поле не является постоянным однородным то, конечно ну здесь немножечко другая величина по сравнению с тем, что было в случае постоянного поля поэтому конечно решая задачи всегда нужно помнить какое у нас задано поле является ли оно постоянным однородным или не является и в зависимости от этого конечно задачи решаются ну немножко по-разному хорошо что касается интегралов движения ну они находятся естественно стандартным образом здесь ничего сложного нету значит если у нас функция Лагранжа не зависит от какой-то обобщенной координаты ну такая координата как мы когда-то говорили называется циклической то сохраняется соответствующая компонент обобщенного импульса ну в данном случае мы видим две циклические координаты это z и φ ну действительно z с точкой функции Лагранжа присутствует а z без точки отсутствует то же самое относится к φ фи с точкой функции Лагранжа есть а просто буква фи без точки отсутствует поэтому сохраняются у нас компоненты обобщенного импульса по z и по φ соответственно pz равняется dl по d z с точкой равняется mz с точкой равняется константа поскольку функция Лагранжа не зависит от z а p равняется dl по d фи с точкой равняется m ρ квадрат фи с точкой минус e a квадрат h разделить на 2c e в степени минус ρ квадрат на а квадрат ну так же равняется константа поскольку функция Лагранжа не зависит от фи ну и кроме того еще одной сохраняющейся величиной является обобщенная энергия значит она в данном случае будет представлять собой вот такую величину давайте пожалуй что еще один раз посчитаем ее по определению значит плюс z с точкой dl по d z минус l равняется ну я думаю что если еще раз посчитаем все аккуратно то закономерность будет понятна и в принципе дальше мы уже будем наверное в простейших случаях обобщенную энергию ну строить просто глядя на функцию Лагранжа соответственно ну пока что все-таки считаем аккуратно значит будет рост точкой m рост точкой плюс фи с точкой dl по две фи с точки вот только что было посчитано m ро квадрат фи с точкой минус e а квадрат h разделить на 2c e в степени минус ро квадрат на а квадрат так потом плюс z с точкой на mz с точкой mz с точкой и минус функция Лагранжа так ну уже придется сюда перейти так значит минус вот он отсюда тянется соответственно минус вот это выражение m пополам ро с точкой в квадрате плюс ро квадрат фи с точкой в квадрате плюс z с точкой в квадрате плюс e а квадрат h на 2c e в степени минус ро квадрат на а квадрат фи с точки хорошо смотрим вот это вот слагаемое сокращается с этим вот это вот похоже на вот это вот это похоже на вот это ну и наконец вот это похоже на вот это поэтому результат может быть записан следующим образом равняется m пополам ро с точкой в квадрате плюс ро квадрат фи с точкой в квадрате плюс z с точкой в квадрате ну и видно что слагаемые которые функции Лагранжа были квадратичны они перешли в энергию без изменения а слагаемые которые были линейны по обобщенным скоростям они просто исчезли но это на самом деле есть общее правило что квадратичные слагаемые остаются без изменений линейные исчезают а слагаемые не содержащие скорости меняют знак ну в дальнейшем я уже буду пользоваться этим правилом и обобщенную энергию буду считать не по определению как мы сейчас делали ну а использую вот это простое правило хорошо таким образом функцию Лагранжа мы построили три интеграла движения нашли в принципе зная три интеграла движения в общем-то ну без особых сложностей можно будет написать закон движения в квадратурах ну пожалуй что в этой задаче я делать это не буду ну во-первых поскольку аналогичные задачи мы решали а во-вторых далее у нас будет похожая задача в которой так сказать ну мы постараемся найти закон движения уже не в квадратурах а до конца вот хорошо поэтому значит в этой задаче мы на этом остановимся больше ничего делать не будем и рассмотрим пожалуй что еще один пример в котором значит поле электромагнитное не является однородным значит такой более экзотический пример это так называемое поле магнитного монополя ну магнитный монополь это фактически то же самое что и магнитный заряд на самом деле ну возможность существования таких частиц она обсуждается и в общем не запрещены такие частицы полностью не запрещены вообще говоря они могли бы существовать в природе но тем не менее конечно это некая экзотика вот и в принципе вот магнитное поле магнитного заряда может быть записано следующим образом g r разделить на r в куле ну в принципе конечно если вдруг кому-то не нравится слово магнитный заряд то всегда можно считать что такое магнитное поле ну возникает вблизи конца значит длинного тонкого соленоида на расстояниях которые с одной стороны намного больше чем ширина соленоида но с другой стороны намного меньше чем длина соленоида ну вот в принципе можно такое поле реализовать вот таким образом например если так сказать отнести возможность существования всяких экзотических частиц хорошо итак рассмотрим вот такое вот поле и попытаемся выяснить каким образом будет двигаться в этом поле заряженная частица массы для того чтобы такое уравнение решить значит нужно чтобы дивергенция h была бы равна нулю поскольку дивергенция ротора вообще говоря равна нулю с другой стороны на самом деле дивергенция вот этого поля отлично от нуля значит ну можно попытаться понять почему это происходит действительно ну попробуем вначале формально вычислить дивергенцию дивергенция h равняется ну можно скажем так записать формально применить вот этот оператор набло вот к этому вот полю тогда собственно значит с помощью формулы для дифференцирования произведения можно написать вот такую вот формулу плюс g r набло от единицы на r в кубе равняется значит дивергенция радиуса вектора это dx по dx плюс dy по dy плюс dz по dz это равно просто тройке поэтому первое слагаемое будет 3g разделить на r куб ну а во втором слагаемом там используя так сказать стандартные правила для дифференцирования ну несложно получить что это будет g r на 3r разделить на r в пятой ну и таким образом получается что соответствующее выражение равняется нулю вот ну и поэтому на первый взгляд никакой проблемы не возникает однако проблема все-таки есть поскольку весь вот этот вот вывод справедлив только в том случае если радиус вектор отличен от нуля в случае когда r равно нулю конечно эти рассуждения естественно не применимы но тем не менее значит можно заметить что если рассмотреть интеграл по значит всему объему трехмерного пространства от дивергенции h то по теореме гаусса это будет интеграл ds от h равняется соответственно значит интеграл ds от g r разделить на r в кубе ну где интегрирование естественно предполагается по некоторой сфере бесконечно большого радиуса охватывающий все трехмерное пространство значит вектор ds естественно направлен вдоль радиуса вектора ну и поэтому значит что здесь будет поскольку вот эти вектора с направлены то можно избавиться в начале от скалярного произведения получится ds умножить на g на r квадрат ну а поскольку значит здесь интегрирование фактически ведется по углам а под интегральное выражение от углов не зависит ну можно интеграл естественно взять интегрирование по углам даст 4p ну понятно поскольку ds элемент площади поверхности сферы еще возникает r квадрат ну соответственно умножается на g на r квадрат и получается 4p g ну собственно понятно что если бы дивергенция h была бы везде равна нулю ну наверное бы отлично от нуля результат здесь не получился вот поэтому конечно дифаш это все-таки не ноль ну а как несложно понять значит из вот этой формулы и из вот этой формулы что дивергенция h будет равна 4p на дельта функцию дирака от r да которая равна нулю всюду кроме точки r равной нулю а в точке r равной нулю ну она равна соответственно бесконечности причем как бы интеграл от дельта функции по объему естественно считается по определению равным единице таким образом дивергенция h понятно значит в данном случае не будет равна нулю причем отличие от нуля будет происходить только при r равное нулю поэтому с одной стороны что-то похожее вот на это условие у нас есть но с другой стороны все-таки дивергенция h строго говоря не равна нулю поэтому вообще говоря вопрос ну решится это уравнение или не решится ну давайте попробуем каким-то образом его решить хорошо в конце концов значит естественно эту задачу удобнее всего решать в сферических координатах ну и поэтому давайте просто попробуем вот получится или нет решить вот это вот уравнение используя сферические координаты ну соответственно значит h равняется ротор а значит с этой стороны я пишу выражение для магнитного поля значит учитывая что в сферических координатах вектор локального базиса ер направлен до радиуса вектора и имеет единичную длину его можно представить в таком виде и поэтому то что вот здесь вот стоит может быть записано таким образом магнитный заряд g на вот этот вот вектор локального базиса и значит единица делить на r квадрат хорошо хорошо это с одной стороны с другой стороны значит выражение для ротора в сферических координатах также было когда-то должно было быть получено в одном из математических курсов и соответственно имеет следующий вид е r r e teta r sin teta e fi d по dr d по d teta d по d fi a r так r a teta r sin teta a fi ну давайте опять же спроектируем это уравнение на вектора локального базиса тогда в проекции на e r мы получим g разделить так на r квадрат с одной стороны с левой а с другой стороны единица на r квадрат синус тета теперь здесь будет d по d тета от r sin тета a fi минус d по d fi от r а тета так это будет одно уравнение теперь значит все остальные уравнения проекция на e тета и е fi значит с левой стороны конечно будут содержать ноль поэтому общий множитель конечно может быть отброшен вот ну и то же самое относится и ко всевозможным знакам соответственно проекция на е тета тогда даст d по d r от r sin тета a fi так минус d a r по d fi вот вот это будет проекция на е тета и наконец проекция на е fi опять же отбрасывая все множители значит будет выглядеть так d по d r от r а тета минус d ar по d тета хорошо таким образом есть у нас вот система таких вот уравнений ну давайте попробуем ее решить тогда уже после перерыва сейчас пять минут отдохнем значит вот у нас была получена вот такая вот система уравнений ну как обычно давайте попытаемся найти хотя бы одно решение ну здесь конечно уже стоит вопрос о том есть ли хотя бы одно решение правда если хоть одно решение мы найдем то естественно их будет бесконечно много Ну попробуем. Опять же, поскольку компонента АР входит в уравнение с нулевой левой частью, то можно попробовать наложить условие АР равное нулю. Этого не будет, этого не будет. Кроме того, если еще вдобавок от это положить равным нулю, то вот это уравнение будет выполняться на автомате, ну и кроме того от это исчезнет вот здесь. Ну, что касается верхнего уравнения, ну можно попытаться его решить. Р квадрат слева-справа сократится и получится следующее. Ж синус тета равняется Д по Д тета от Р синус тета Афи. Хорошо. Ну, раз так, давайте проинтегрируем. Так, что получится? Получится, что Р синус тета Афи будет равно, ну, во-первых, некая константа интегрирования какая-то. Р синус тета, пожалуй, вот здесь мы ее оставим, минус Ж косинус тета. Таким образом, значит, величину Афи можно записать так, как какая-то константа, минус Ж косинус тета разделить на Р синус тета. Ну, и константу давайте я, значит, представлю в виде произведения магнитного заряда, ну, на некоторую другую постоянную К, так, чтобы можно было магнитный заряд вынести. К минус косинус тета разделить на Р синус тета. Хорошо. Ну, а, собственно, векторный потенциал может быть записан вот так вот. Так, Ж разделить на Р синус тета. Так, К минус косинус тета. Ну, поскольку слева вектор, то и справа должен быть вектор. Соответственно, мы должны еще добавить вектор локального базиса Ефи. Таким образом, несмотря на то, что вроде как диф аш не равно нулю, решение какое-то найти удалось. Ой, да, конечно, надо, естественно, значит, сказать, что поскольку, значит, Афи у нас кроме тета больше ни от чего не зависит, то и последнее из трех вот этих вот уравнений, которые здесь были написаны, также удовлетворяется. То есть вот этот вот Афи, он по-прежнему, он будет удовлетворять не только первому там и третьему уравнению, но и второму тоже. Что, естественно, можно проверить моментально, поскольку кроме, значит, тета, величина Р синус тета, Афи больше ни от каких других аргументов не зависит. Хорошо. Хорошо. Теперь, теперь, значит, раз есть у нас решение такое, ну, все-таки желательно понять, а что же там с условием диф аш равняется нулю. Значит, дело в том, что на самом деле это решение не совсем хорошее. Оно имеет сингулярность в случае, когда тета равно нулю или тета равно Пи. Значит, просто синус обращается в ноль в этих точках. Ну, а эти точки, в конце концов, соответствуют оси Z. Значит, тета равная нулю, это верхняя полуось. Значит, тета равно нулю вот здесь вот. Ну, а, соответственно, внизу вот здесь вот тета будет равное Пи. Вот. Поэтому решение в таком виде, оно, конечно, на самом деле не совсем хорошее, а, значит, вот имеет вот эти вот сингулярности за счет того, что при тета равной нулю и тета равной Пи, вот этот синус обратится в ноль. В принципе, если положить k равное нулю, то можно избавиться, например, от сингулярности при тета равной нулю. То тогда при тета, стремящемся к нулю, ну вот это вот выражение, там, k минус косинус тета разделить на синус тета, ну, будет примерно равно, поскольку k, ой, извините, если k равно единице, вот, если k равно единице, вот, то при тета, стремящемся к нулю, это будет приближенно равно вот такому вот выражению, разделить на тета, ну, и, соответственно, примерно равняется тета пополам. Тета пополам. Таким образом, сингулярность вблизи тета равной нулю исчезла. Теперь здесь получается уже хорошее выражение. Однако, если тета стремится к пи, то вот это вот выражение, значит, k косинус тета делить на синус тета, значит, при k, естественно, равном единице, получается примерно 2 поделить на тета. Ну, и здесь видно, что сингулярность 2 тета минус, сейчас, сейчас, 2, извините, аккуратно, 2, значит, единица минус, давайте так напишем, минус 1 поаккуратнее, а здесь можно написать вот так вот, это то же самое будет, и, соответственно, будет примерно равно, поскольку тета теперь стремится не к нулю, а к пи, соответственно, то это будет пи минус тета. Вот. Ну, и видно, что сингулярность действительно будет присутствовать в этом случае. Таким образом, скажем, выбрав k равной единице, мы можем сингулярность вот здесь убрать, но она останется вот здесь вот, на этом луче. Аналогичным образом, если k выбрать равным минус единице, то сингулярность останется при тет равной нулю и исчезнет при тет равной пи. Ну, и, собственно, вот наличие этой сингулярности как раз и есть плата за то, что дивергенция h в точке r равная нулю, значит, не исчезает. Хорошо. Ну, в конце концов, значит, сумели мы решить уравнение h равняется ротор a, и получить векторный потенциал для вот такого вот магнитного поля. Ну, а раз так, то можем написать функцию Лагранжа для заряженной частицы, движущейся в таком поле. Соответственно, функция Лагранжа представляет собой вот такое вот выражение. Ну, ровно по тем же соображениям, что и ранее. Значит, вот этот вот φ, значит, скалярный потенциал электромагнитного поля может быть положен равным нулю фактически, поскольку наше поле от времени никак не зависит. Вот векторный потенциал у нас есть, скорость в сферических координатах мы знаем, чему равна. Это будет вот такое вот выражение. Плюс eφ r sin θ φ с точкой. Ну и, собственно, подставляя, получаем следующее выражение для функции Лагранжа. m пополам, r с точкой в квадрате, плюс r квадрат θ с точкой в квадрате, плюс r квадрат sin квадрат θ φ с точкой в квадрате. Так, теперь здесь будет плюс e к c. Теперь мы должны скалярно умножить вот эту скорость на вот этот вот векторный потенциал. Значит, понятно, что поскольку вот здесь вот есть eφ, то при скалярном умножении выживет только слагаемое, которое содержит eφ внутри скорости. Соответственно, r sin θ вот здесь и r sin θ вот здесь взаимно уничтожатся. И останется вот такое выражение g. k минус cos θ умножить на φ с точкой. Хорошо, теперь вот эти вот величины e, c, магнитный заряд g, вот это вот постоянное k, которое у нас возникло при интегрировании, это все постоянные величины. А φ с точкой это есть полная производная φ по времени. Но мы с вами говорили, что если добавить функции Лагранжа полную производную от какой-то функции координат обобщенных и времени, то уравнение движения не изменится. Поэтому можно совершенно спокойно вот это вот слагаемое, содержащее постоянное k зачерпнуть, поскольку при этом мы просто функции Лагранжа меняем на полную производную по времени. И, собственно, окончательное выражение для функции Лагранжа может быть записано вот таким вот образом. r с точкой в квадрате плюс r квадрат θ с точкой в квадрате плюс r квадрат sin квадрат θ φ с точкой в квадрате. Ну, естественно, умножить на m пополам. И минус e g разделить на c косинус θ фи с точкой. Ну, таким образом, вот получилась функция Лагранжа, которая описывает движение электрически заряженной частицы с зарядом e в поле тяжелого неподвижного магнитного монополя с магнитным зарядом g. Хорошо, если опять же анализировать сохраняющиеся величины в этой задаче, то, глядя на функцию Лагранжа, можно увидеть две сохраняющиеся величины, поскольку в данном случае φ есть циклическая координата, поэтому будет сохраняться Пфи, равное dl по d фи с точкой, равняется m r квадрат sin квадрат θ фи с точкой, минус, естественно, надо не забыть еще вот это слагаемое продифференцировать, e g разделить на c косинус θ. Вот таким образом, значит, вот у нас будет компонент обобщенного импульса по φ, она будет являться константой, в силу того, что функция Лагранжа от самого φ без точки не зависит. Ну, и, естественно, вторым интегралом движения является обобщенная энергия, поскольку вот эта вот функция Лагранжа явно не зависит от времени. Ну, и опять же, используя вот то правило, о котором я говорил, мы можем ее легко написать, уже ничего не считая, заметим, что квадратичные слагаемые при переходе от функции Лагранжа к обобщенной энергии не меняются, поэтому, значит, они дают вот такой вот вклад в обобщенную энергию. А что касается последнего слагаемого, то оно линейно по обобщенной скорости, то есть в данном случае по φ с точкой, и поэтому, значит, при переходе к обобщенной энергии оно просто исчезнет. Соответственно, значит, второй интеграл движения будет очевиден по функции Лагранжа вот такой вот. Понятно, что, зная только два интеграла движения, мы задачу в квадратурах не решим. Вот, но тем не менее, значит, задача эта все же решается. Значит, нужно просто каким-то образом увидеть еще один недостающий интеграл движения. Значит, по функции Лагранжа он не виден, но это, конечно, совсем не значит, что его здесь нету. Значит, в принципе, увидеть его можно, ну, скажем так, глядя на некоторую другую функцию, так называемую функцию Гамильтона, которая будет рассмотрена уже в следующем семестре. Вот, и в следующем семестре будет найден недостающий интеграл движения, движение, и задача вот эта вот будет решена в квадратурах полностью. Поэтому здесь пока мы на этом останавливаемся, и, собственно, значит, задачу эту откладываем на следующий семестр. Ну, по крайней мере, мы поняли, что, в принципе, значит, вот если даже есть какое-то довольно хитрое поле, то для того, чтобы построить функцию Лагранжа, которая описывает движение заряженной частицы в этом поле, ну, сначала решается уравнение h, равняется ротер, а потом, так сказать, подставляется вот в эту формулу. Вот, ну и, собственно, уже, значит, то, что получилось, можно каким-то образом пытаться дальше анализировать. Хорошо. Таким образом, ну, более-менее мы научились строить функции Лагранжа, и даже научились, зная там нужное количество интегралов движения, находить закон движения в квадратурах, но, тем не менее, наверное, еще не помешало бы окончательно убедиться, что те результаты, которые мы получаем, ну, все же являются какими-то разумными, правильными, ну, и рассмотреть, скажем так, ну, некоторую самую простую задачу, которая, ну, в свое время была решена еще, допустим, в школе, и попробуем ее решить вот какими-то более продвинутыми методами, ну, и сравнить, вообще говоря, получается одно и то же или не получается, может, все было неправильно, и известный результат какой-то простой мы не сможем воспроизвести. Ну, давайте попробуем это сделать. Значит, задача будет следующая. Значит, есть постоянное однородное магнитное поле, направленное по оси Z. Вот, собственно, сегодня мы как раз с него и начали. И есть заряженная частица массы M, заряда E, которая движется в этом поле. Ну, в принципе, более-менее школы известно, каким образом происходит, значит, движение в таком поле. Значит, по оси Z вдоль поля частица движется равномерно, а что касается движения в плоскости перпендикулярной оси Z, то есть в плоскости X, Y, то оно происходит равномерно по окружности. Ну, и в конце концов движение происходит по некоторой винтовой линии. Хорошо. Ну, вот попробуем, так сказать, воспроизвести этот результат какими-то более сложными методами. Ну, вот у нас можно движение вот этой вот частицы описать с помощью функции Лагранжа, которая в цилиндрических координатах будет выглядеть следующим образом. Будет кинетическая энергия, вот я пишу как раз квадрат скорости в цилиндрических координатах, ну, плюс добавка от постоянного однородного магнитного поля, которое как раз вот сегодня уже обсуждалось. Вот, собственно, функция Лагранжа написана. По вот этой функции Лагранжа очевидно сохранение трех интегралов движения, соответственно, PZ равняется MZ с точкой, Pφ равняется M ρ квадрат фи с точкой плюс EH на 2C ρ квадрат и E равное M пополам ρ с точкой в квадрате плюс ρ квадрат фи с точкой в квадрате плюс Z с точкой в квадрате. Ну, я думаю, понятно, как были построены эти величины. Первые две получались дифференцированием, соответственно, по Z с точкой и по φ с точкой. Ну, а что касается энергии, квадратичные слагаемые перешли в нее без изменения, линейная по скоростям слагаемая просто исчезла. Хорошо. Значит, все эти величины, естественно, равны константу, да, поскольку это интегралы движения. Ну, стало быть, можно легко проинтегрировать первое уравнение. Z с точкой равняется PZ на M, есть постоянная величина, ну, естественно, интегрируется моментально. Z минус Z нулевое равняется PZ разделить на M, T минус T нулевое, и как раз вот мы получаем равномерное движение вдоль поля. Хорошо. Таким образом, ну, по крайней мере, вот один результат еще известный со школы мы воспроизвели. Попробуем теперь получить равномерное движение по окружности. Ну, точнее, я, наверное, ограничусь тем, что, значит, получу уравнение траектории, ну, а на дом уже будет дана задача доказать, что это движение является равномерным. Хорошо. Но прежде чем это делать, вначале, конечно, надо найти закон движения в квадрату. Как мы это сделаем? Ну, собственно, давайте мы Z с точкой подставим в энергию, FI с точкой выразим отсюда, подставим в энергию. Соответственно, в результате у нас получится, что FI с точкой равняется PFI минус EH разделить на 2C ро квадрат, разделить на M ро квадрат, и после подстановки в энергию, я Z с точкой, умноженной на M пополам, перенесу в левую часть, мы получим, что E минус PZ в квадрате разделить на 2M, это я подставил Z с точкой вот отсюда, давайте мы эту величину обозначим буквой E0, она, естественно, в силу сохранения E и PZ также будет являться константой, и эта величина будет равна, соответственно, M ро с точкой в квадрате пополам плюс PFI минус EH на 2C ро квадрат в квадрате разделить на 2M ро квадрат. Ну вот, таким образом получилось дифференциальное уравнение относительно ро, которое можно достаточно легко решить в квадратурах, соответственно, ро с точкой, оно же D ро по DT будет равно плюс-минус корень квадратный, 2 на M, E0 минус PFI минус EH на 2C ро квадрат в квадрате на 2M ро квадрат. Вот, ну опять же, тождественно равно плюс-минус корень из F от ро, соответственно, тогда в квадратурах зависимость ро от T будет выглядеть вот таким вот образом, D ро разделить на корень из F от ро, ну вот такие квадратуры мы уже довольно подробно разбирали, как строится. Вот, ну и вторая квадратура, естественно, получается вот таким вот образом, DFI по DT, ой, по D ро равняется FI с точкой разделить на ро с точкой, соответственно, равняется плюс-минус, FI с точкой берем вот отсюда, PFI минус EH на 2C ро квадрат разделить на M ро квадрат, ну а рост с точкой это плюс-минус корень из F от ро, вот плюс-минус у меня уже тут написан был, соответственно, вот у меня F от ро, ну после чего я, естественно, могу довольно легко написать соответствующую квадратуру, FI минус FI нулевое равняется плюс-минус интеграл ро нулевое до ро, D ро, соответственно, FI минус EH на 2C ро квадрат разделить на M ро квадрат, ну а вместо корня из F от ро я, наверное, напишу все вот это вот длинное выражение, поскольку, ну, в этот раз у меня есть желание не просто написать какой-то интеграл, но и его взять, соответственно, будет E нулевое минус PFI минус EH на 2C ро квадрат в квадрате разделить на 2M ро квадрат. Ну вот, писать подобные выражения мы научились довольно хорошо, а вот брать соответствующие интегралы вот пока еще ни разу не пробовали, поэтому, ну, не помешает посмотреть, вот если взять такую хитрую штуку, то получится окружность или не получится. В конце концов, ну вот здесь вот должно быть уравнение окружности, если, конечно, так сказать, вот наши результаты согласуются с тем, что рассказывали в школе. Хорошо, значит, ну интеграл-то довольно неприятный, значит, но тем не менее он все-таки берется, значит, и для того, чтобы его взять, мы сделаем вот такую вот замену. Введем новую переменную, которую обозначим, буковкой КСИ, и по определению, это вот три знака равенства у меня будет, значит, это вот такая штука будет. ПФИ разделить на РО плюс ЕХ разделить на 2С и умножить на РО. Значит, ну почему такая величина? Потому что ДКСИ будет равно минус ПФИ на РО квадрат ДРО плюс ЕХ на 2С ДРО, и по сути я получаю вот эту вот величину, которую я обвел вот здесь, ну естественно точить ее до знака. Вот, хорошо, хорошо, раз так, то вот эту вот рассматриваемую квадратуру можно записать вот каким образом. ПФИ минус ПФИ нулевое равняется, так, что там, плюс-минус интеграл. Ну, пока давайте я не буду выписывать пределы интегрирования, значит, выпишем их в самом конце, когда будем получать уже результат. Соответственно, значит, теперь уже будет минус-плюс, поскольку вот это выражение от того, что обведено, оно отличается на знак, соответственно, ДКСИ, ДКСИ, значит, единица разделить, значит, корень квадратный. Значит, М, который вот здесь вот есть, внесем под корень. Тогда 2М у нас окажется наверху, потом будет Е нулевое, я скобку раскрываю вот эту вот, и минус, а дальше получится вот такое выражение, ПФИ разделить на РО, минус EH на 2С умножить на РО в квадрате. Так, ну вот, я надеюсь, я в арифметике не ошибся, ну, надеюсь, что вас пока еще не смущает то, что интегрирование ведется по КСИ, а в подинтегральном выражении присутствует буква РО. Значит, понятно, что я сейчас постараюсь от, значит, буквы РО перейти к букве КСИ. Значит, и для того, чтобы это сделать, я замечаю, что то, что стоит вот здесь, вот в скобочках, и то, что стоит вот здесь, ну, по крайней мере, похоже. Вот, к сожалению, полностью не совпадает, вот, но похоже. Значит, разница в том, что здесь знак плюс, а здесь знак минус. Но, тем не менее, можно воспользоваться вот такой вот формулой, что если я возьму А минус Б в квадрате, то это будет А плюс Б в квадрате минус 4АБ. Ну, собственно, школьная формула. Вот, с помощью которой, ну, я достаточно несложно могу вот это вот выражение, которое сверху написано, переписать вот так вот. Вот, интеграл ДКСИ, так, корень 2МЕ0. Теперь, значит, А плюс Б, это будет вот эта вот штука, штука, и плюс еще она возводится в квадрат, поэтому будет минус КСИ квадрат. Ну, и еще, значит, надо вычесть 4АБ. Так, ну, аккуратно, поскольку еще знак минус есть, поэтому будет плюс 4. Значит, А это вот эта вот вещь, соответственно, ПФИ на РО. АБ это вот эта вот вещь, ЕН на 2С на РО. Ну, и видно, что РО сокращается, двойка даже сокращается, вот. И получается, в общем-то, достаточно стандартный интеграл, значит, хорошо известный. Так, плюс и минус интеграл, значит, ДКСИ на корень квадратный. 2МЕ0, так, плюс 2ПФИЕН разделить на С, так, надо очень аккуратно следить, чтобы никакую букву здесь не забыть. Вот, соответственно, вот такая вот штука. Ну, интеграл этот равен арксинус, так, только минус плюс, конечно, минус плюс. Ну, разница не принципиальная, но, тем не менее, пускай у нас знаки будут согласованы. Хорошо, значит, ФИ минус ФИ нулевое равняется минус плюс. Ну, а интеграл этот вот, что из себя представляет арксинус. Плюс КСИ разделить на корень квадратный 2МЕ0, ну, вот, из того, что стоит вот здесь, вот. Плюс 2ПФИЕН разделить на С. Хорошо. Ну, в принципе, конечно, здесь подстановки нужны. Ну, давайте пока напишем вот так вот, РО нулевое РО. Ну, и нужно вспомнить, что же такое было КСИ. Значит, где-то вот, к сожалению, оно исчезло. Сейчас попробуем вспомнить, чему же оно было равно. Соответственно, значит, КСИ равняется ПФИ делить на РО. Так, плюс. Так, знак был плюс. ЕН разделить на 2С на РО. ФИ минус ФИ нулевое. Так, равняется минус плюс арксинус. Арксинус. Так, ПФИ разделить на РО плюс ЕН на 2С. РО разделить на вот этот вот корень. 2МЕ0 плюс 2ПФИ ЕН на С. Теперь плюс-минус. Подстановка на другом пределе. Арксинус. ПФИ на РО плюс ЕН на 2С на РО. Так, и все это еще в начальный момент времени. То есть РО 0 здесь надо написать. И на тот же самый корень. 2МЕ0 плюс 2ПФИ ЕН разделить на С. Вот. Ну, понятно, что основную сложность представляет собой написание вот этого длинного выражения. Ну, вот я постараюсь, пожалуй, что свою задачу в два раза облегчить. И сделаю следующую вещь. Я, пожалуй, что соединю, значит, вот этот вот нижний предел интегрирования, нижнюю подстановку с феноль. Ну, как это можно сделать? Ну, в принципе, понятно. Значит, можно, наверное, то же самое. Давайте вот все-таки один раз еще напишем длинное выражение. Значит, вот все, что там написано, можно записать, наверное, вот таким образом. Что ПФИ разделить на РО плюс ЕН на 2СРО разделить на вот этот вот корень 2МЕ0 плюс 2ПФИ ЕН на С равняется. Ну, давайте попробуем подумать, что здесь получится. Так, ну, во-первых, минус плюс, да, минус плюс у нас есть. Потом синус, скобка, значит, здесь будет ФИ минус ФИ ноль. Теперь вот это еще переносим сюда. Минус плюс, соответственно, арксинус. Арксинус. Так, ФИ разделить на РО ноль плюс ЕН на 2СРО ноль на корень 2МЕ0 плюс 2ПФИ ЕН на С. Так, и квадратная скобка закрывается. Вот такое длинное выражение получилось. Ну, мне вот не очень хочется работать с таким длинным выражением. Что я сделаю? Я соединю ФИ нулевое вот с этим и обозначу результат ФИ1. В случае, когда вот здесь вот знак плюс. Ну, а в случае, когда знак минус, то я тоже, в принципе, могу выйти из ситуации, если вспомнить, что там есть какая-то известная школьная формула, там синус Пи плюс альфа равняется минус синус альфа, то, в принципе, переопределив аргумент синуса на Пи, ну, я всегда могу изменить вот здесь вот знак. Поэтому, значит, можно и вот эту вот штуку, и знак, ну, как бы, соединить вместе с ФИ0 и записать получившееся равенство вот таким вот образом. Что Пи разделить на РО плюс ЕНРО разделить на 2С равняется, ну, теперь уже плюс-минус не будет, 2МЕ0 плюс 2Пи ЕНРО на С. А вот здесь я напишу так, синус ФИ, который вот этот, а все остальное, значит, ну, ФИ0, вот эту штуку, возможное Пи, в зависимости там от знака, я запишу как минус ФИАДИ, вот так вот. Ну вот, вот получилось, в конце концов, так сказать, уже решение уравнения движения без квадратур. Ну, вопрос, а что в итоге вышло-то? Вот мое утверждение заключается в том, что вот это есть уравнение окружности. Ну, конечно, на первый взгляд не очень похоже. Но, тем не менее, понять, что это так, можно. Давайте попробуем сделать это. Для этого первое, с чего я начну, умножу вот эту вот и левую, и правую часть этого уравнения на РО. Тогда слева получается ПФИ плюс ЕН на 2С РО квадрат равняется корень квадратный, ну, вот это вот все длинное выражение, 2ПФИ ЕН на С. Потом здесь будет умножить, так, умножить, ну, вот здесь вот придется его переместить, вот сюда вот, РО, которое вот это. Потом, а синус ФИ минус ФИ 1, я тоже по какой-то школьной формуле, значит, расписываю, синус ФИ косинус ФИ 1 минус РО косинус ФИ на синус ФИ 1. Так, ну, надеюсь, что я эту формулу правильно написал. Хорошо, а вот в таком виде уже больше похоже это уравнение на уравнение окружности, особенно если переписать его в декартовых координатах. В конце концов, как связаны декартовые координаты с цилиндрическими? Х равняется РО косинус ФИ, У равняется РО синус ФИ. Тогда здесь у нас получится ПФИ плюс ЕН на 2С х квадрат плюс у квадрат равняется, ну, вот этот вот корень длинный, 2МЕ нулевое плюс 2ПФИЕН разделить на С. Соответственно, а здесь будет у нас игрок косинус ФИ 1 минус Х синус ФИ 1. Ну, на самом деле, вот в такой форме уже уравнение окружности просматривается, поскольку, в конце концов, что у нас получилось за уравнение? А уравнение у нас получилось такого вида. У нас получилось, что А х квадрат плюс у квадрат, ну, плюс, соответственно, допустим, ну, давайте минус напишем, минус Х умножить на Б1, минус У умножить на Б2, плюс С равняется нулю. Вот, в конце концов, у нас получилось вот такое вот равенство. Значит, ну, при этом, естественно, А равняется, значит, ЕH разделить на 2С. Так, теперь, значит, С равняется, вот оно, ПФИ, ПФИ. Б1 равняется, это коэффициент при Х, ну, естественно, его надо перенести в ту сторону. Соответственно, это будет синус ФИ 1 умножить вот на тот корень, 2МЕ0 плюс 2ПФИЕH разделить на С. Так, и Б2 тоже понятно, чему равно, по-моему, минус косинус ФИ 1, а тот же самый корень. 2МЕ0 плюс 2ПФИЕH разделить на С. Хорошо. Так, ну ладно, надеюсь, что правильно все сделано, переписано, поэтому здесь все стираю. Так, теперь, теперь, верхнее уравнение, его, понятно, можно вот так переписать. Ну, давайте попробуем как-нибудь записать, вот таким вот образом. Значит, будет Х минус Б1 разделить на, так, А в квадрате, двойка, да, значит, и умножить на А. Да, тогда, если я вот так вот напишу, у меня слагаемое АХ квадрат получится, и вот эту слагаемое тоже получится. Теперь аналогичным образом я пишу АУ минус Б2 разделить на 2А в квадрате плюс С, так, равно нулю. И еще надо не забыть вычесть квадраты вот этих вот величин, умноженных, естественно, на А. Поэтому будет минус Б1 в квадрате плюс Б2 в квадрате разделить на 4А. Ну, или же эквивалентно это можно написать так. Х минус Б1 на 2А в квадрате плюс игрок минус Б2 разделить на 2А в квадрате равняется минус С разделить на А плюс Б1 квадрат плюс Б2 квадрат разделить на 4А квадрат. Ну, таким образом, уже в таком виде совершенно очевидно, что это есть окружность. Значит, вот то, что стоит вот здесь вот, есть квадрат ее радиуса. Значит, вот это есть абсцисса центра окружности, вот это есть ордината центра окружности. Вот, ну и уже понятно, что действительно окружность получилась. Так что, ну, наверное, значит, никого не обманывали ни в школе, и я тоже, надеюсь, тоже никого не обманул. Вот, так что вроде бы все одно с другим согласуется. Ну, правда, не помешает еще найти выражение для радиуса и, опять же, сообразить, согласуется оно с тем, что было в школе или не согласуется. Ну, давайте попробуем это сделать. Значит, R квадрат равняется, ну, вначале вот это вот пишем, минус, C это у нас Pφ, а это вот то выражение, значит, 2C на EH. Это я написал вот эту вот штуку. Теперь пишем то, что вот здесь стоит. Значит, синус квадрат плюс косинус квадрат, Естественно, дадут единичку, поэтому будет 2ME0 плюс 2PφEH разделить на C, ну и, соответственно, еще вот эта вот штука. Это будет, ну, опять же, так вот попробую аккуратно написать, значит, четверка сократится с квадратом двойки, C квадрат уйдет вверх, значит, здесь останется вот так вот. Ну, после чего можно заметить, что вот эта слагаемая сократится с этим, и остается для квадрата радиуса следующее выражение, 2ME0, C квадрат на Е квадрат, H квадрат. Таким образом, радиус окружности, по которой частица будет двигаться в магнитном поле, будет записываться следующим образом. Корень 2ME0 на C разделить на EH. Ну, опять же, вопрос, насколько это выражение, опять же, разумно с точки зрения школьной физики. Ну, давайте попробуем решить ту же самую задачу по школьному. Значит, масса на ускорение, которое может быть записано как V квадрат на R, должно быть равно силе Лоренса. Ну, естественно, речь идет, конечно, не о полном выражении для скорости, а о квадрате, давайте так напишем, где V квадрат, тождественно, равно Vx квадрат плюс Vy квадрат. То есть я теперь забуду про движение по оси Z, и пускай, так сказать, буду решать задачу, конечно, плоскую. Вот. А сила Лоренса, ну, в данном случае будет, с учетом, так сказать, рассматриваемой системы единиц, EHV на магнитное поле. Хорошо, значит, одно V у нас сократится, и можно выражение для радиуса окружности получить. Соответственно, радиус окружности будет равен MV на C разделить на EH. При этом выражение E0, которое у нас как раз есть, E минус, значит, там, PZ в квадрате над Vm, ну, с учетом вот этого обозначения, это как раз будет MV квадрат пополам, ну, где V квадрат, это сумма квадратов проекции скорости на ось Х и на ось У. Поэтому, поэтому вот это вот выражение может быть записано так, M на корень квадратный 2E0 разделить на M умножить на C на EH. Ну, соответственно, после того, как M внести под корень, как раз получается выражение, выражение, ну, вот в точности совпадающее с тем, что сверху, да, R равняется корень квадратный 2M E0 на C разделить на EH. Вот таким образом действительно получается окружность, имеющая правильный радиус. Ну, другое дело, что, конечно, уравнение этой окружности в полярных координатах довольно сложное. Почему? Потому что эта окружность, вообще говоря, центр ее находится не в начале координат, ну, а где-то, да, вот. Окружность может быть либо так расположена, либо окружность может быть расположена, второй вариант. Расчистим, второй вариант может быть вот такой вот. Хорошо, теперь давайте вот, наверное, последнее, что мы сегодня сделаем, вот немножечко я задержу, минут на пять, наверное, вас. мы выясним, каким образом можно различить вот этот случай и вот этот случай. Значит, в принципе, это сделать на самом деле довольно легко. Значит, давайте попробуем посчитать вот это вот расстояние. Значит, мы его обозначим буквой R маленькая. Радиус окружности R большое это вот это вот расстояние, а R маленькое это вот это. Понятно, что вот этот случай будет соответствовать R маленькому большему, чем R, а вот этот случай, он будет соответствовать, значит, вот такому неравенству. Хорошо, давайте посмотрим внимательно, чему равно R маленькое. Значит, мы с вами говорили, что координаты центра окружности, значит, это есть B1 разделить на 2A, а Y-координаты центра окружности есть B2 разделить на 2A. Поэтому R квадрат будет представлять собой просто X центра плюс Y центра в квадрате равняется B1 квадрат плюс B2 в квадрате разделить на 4A квадрат. Это с одной стороны. А теперь давайте сравним это выражение с величиной R квадрат, которая равна минус C разделить на A плюс вот эта вот величина как раз. Вот мы как раз формулу для радиуса окружности получили вот такую. Ну, на всякий случай, поскольку, опять же, что-то стерлось, то я не поленюсь проверить. Хорошо, вот так вот, значит, где C равняется Pфи, а A равняется EH разделить на 2C. Ну, отсюда можно сделать следующий вывод. Следовательно, если, значит, C разделить на A больше 0, то R квадрат, поскольку вот эта вот величина вся вместе со знаком минус будет отрицательна, а вот это вот есть R квадрат, то есть можно записать вот таким вот образом, то, соответственно, R квадрат должен оказаться больше. Значит, таким образом мы попадаем вот в эту ситуацию. Заметьте, что величина A, ну, допустим, если, пусть так, если величина A положительна, значит, если A больше 0, вот так вот пусть у нас магнитное поле сонаправлено с осью Z, заряд положительный, тогда, соответственно, вот эта вот ситуация будет соответствовать Pфи большему 0. Да, то есть, если A положительно, то тогда, соответственно, Pфи больше 0 получается. Ну, и опять же, как несложно сообразить, что вот эта вот ситуация будет соответствовать отрицательным значениям Pфи. Таким образом, ну, вот понятен смысл знака величины Pфи как раз вот в этой задаче. Значит, он нам определяет, значит, будет ли начало координат лежать внутри окружности, или оно будет лежать вне ее. Хорошо. Ну, пожалуй, что тогда, значит, вот с этим мы заканчиваем. Ну, и в качестве домашнего задания вам предоставляется следующее упражнение. Домашнее задание. Вычислить интеграл, вычислить интеграл в формуле T минус T нулевое равняется плюс-минус интеграл ρ нулевое до ρ d ρ разделить на корень из f от ρ. Значит, интеграл этот берется с помощью замены кси равняется ρ квадрат. После этого его удается свести к некоторому стандартному интегралу. Значит, и после этого и убедиться, и убедиться, вот что движение по окружности, вот, которая здесь как раз нарисована, является равномерным. Равномерным. Ну, в качестве небольшого указания, поскольку, как бы, наверное, вторая часть может показаться сложным, ну, пожалуй, что можно вот какую подсказочку дать. Ну, предположим, что у нас окружность, ну, например, вот так вот расположена. Так, вот тут ее центр. Тогда, значит, вот это вот r, вот это вот, например, будет r большое, а вот эта вот штука, ну, будет не что иное, как вот эта вот полярная координата ρ. Тогда, если мы вот этот вот угол обозначим через альфа, то по теореме косинусов ρ квадрат будет равно r квадрат плюс r большое квадрат минус 2r маленькое r большое на косинус альфа. И вот то, что получится после взятия интеграла, нужно как раз будет сравнить вот с этой формулой и убедиться, что получится, что вот этот вот угол альфа будет меняться равномерно, ну, да, будет линейно зависеть от времени, вот так вот, скажем, сказать, будет линейно зависеть от времени, ну, и причем, как бы, частота, с которой вот частицы движутся по этой окружности, как раз должна согласовываться с той частотой, которая известна еще из школьного курса физики. это тоже, конечно, нужно проверить. Ну, хорошо, сегодня мы тогда на этом заканчиваем.